Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, прежде всего позвольте поблагодарить организаторов конференции Геннаумыча и компанию Бюринг и Гильхайм за приглашение выступить на таком мультидисциплинарном форуме, подтвердившем и показавшем важные слаженные работы хирурга, патолога, молекулярного генетика и химиотерапевта. Мы очень много говорим об эффективности процесса, основными критериями которыми является увеличение общей выживаемости и постоянно говорим о качестве жизни. Что же такое качество жизни и что мы под ним понимаем, пожалуй, будет посвящено данное сообщение, но уже на примере таргетной терапии немелкоклеточного рака легкого. И, пожалуй, наиболее ярко то, что мы с вами живем в эру таргетной терапии, продемонстрировано в цитате Михаила Ильича Гешиновича, основоположника Санкт-Петербургской ленинградской школы химиотерапии. В последние десятилетия химиотерапия развивается очень бурно. Созданы препараты, резко увеличивающие эффект лечения. Но надо помнить, хотя химиотерапия штука важная, она не решает всех проблем. И именно проблемы, большей частью, связаны с тем, что мы хотим получить максимальное увеличение продолжительности жизни с максимальным улучшением ее качества. И посредством облегчения основных симптомов заболевания в результате регресса опухолевых изменений. И начиная с 1990 года АСКО объявила качество жизни вторым важнейшим критерием оценки эффективности лечения после увеличения общей выживаемости. И, пожалуй, более важное, чем объективный непосредственный ответ, который у больной в ряде случаев не всегда ее ощущает, а также экономическая целесообразность. Основоположником развития и науки о качестве жизни таким основоположником нашей страны является профессор Новик. И, опять-таки, в его монографии, посвященном данному направлению, четко обозначено, еще раз повторюсь, что качество жизни является вторым важнейшим критерием оценки эффективности противоопухолевого лечения. И для больных при заболеваниях, не ограничивающей продолжительность жизни, это главная цель. Дополнительной целью является лечение пациентов при заболеваниях, ограничивающей продолжительность жизни. И самое главное – это единственная цель лечения пациентов в инкурабельной стадии заболевания. Качество жизни – это достаточно многомерное понятие, так как несет информацию о всех сферах жизнедеятельности человека. Самое важное, что оно меняется во времени. От начала заболевания, от начала лечения, от того, как меняются основные симптомы заболевания, какие побочные эффекты возникают на фоне проводимой лечения, а как, самое главное, вот это все выше описано, влияет на социальную составляющую жизни пациента, на его духовную составляющую. И, пожалуй, это самое важное в жизни пациента. А самое главное, что сам пациент участвует в оценке своего состояния, потому что те опросы, которые проводились, четко показывают, что то, что пациент сам понимает под качеством жизни, разительно отличается от того, что врачи вкладывают в это понятие. На территории Российской Федерации, в Европе, наиболее значимыми характеристиками качества жизни, со стороны взгляда самого пациента, безусловно, является возможность физической активности, сохранение психологического и эмоционального комфорта, а также при возможности еще и работы. Поэтому для наших пациентов это крайне важно. В Соединенных Штатах Америки здесь немножко по-другому все выстроилось. Да, безусловно, важна физическая мобильность, эмоциональное состояние, сохранение социальной функции, духовного благополучия, финансового благополучия. И вот для того, чтобы как измерить всю ту гамму ощущений, которые испытывает пациент от начала лечения, в момент лечения, в тот момент, когда пациент излечен или же переведен в хроническую стадию заболевания, да, измерить это можно. Измерить это можно прежде всего с помощью опросников, являющихся основным инструментом для измерения качества жизни. Основные требования, которые предъявляются к опросникам, основываются на возможности заполнения опросника самим больным. Пожалуй, это самое главное. То, что используются специальные шкалы, характеризующие качество жизни, это шкалы по основным симптомам заболевания. Так, например, существуют специальные шкалы оценки болевого синдрома. А болевой синдром самими пациентами выносится как наиболее важный критерий, значимо влияющий на качество жизни. Более того, учитывают специфичность и применимость данного опросника к различным культурам. Основные требования, три основных кита, на которых основывается работа и сам строится сам опросник, это надежность, точность измерения, достоверность данного опросника и чувствительность. Опросники существуют как общие в целом, так и опросники для определенных областей медицины, в том числе и для онкологии. Наиболее совершенные опросники, созданные к настоящему моменту, это опросники ERTC Quality Life, включающие 30 основных вопросов, и также второй опросник под названием «Факт G». И так как уже с 90-х годов качество жизни объявлено одним из важнейших критериев оценки эффективности лечения, то, безусловно, и очень строгие требования предъявляются к самим опросникам. Но чтобы понимать, что собой представляет опросник Quality Life CT30, то, безусловно, содержится около 30 вопросов, плюс специальный блок, дополнительный модуль, по оценивающейся, как меняют симптомы самого злокачественного заболевания, самой опухоли легкого. Вопросники, все 30 вопросов, они включают оценку таких параметров, как физические, физическую активность, ролевую, эмоциональную, когнитивную, связанную с памятью, социальные аспекты жизни пациента, общее состояние здоровья, симптомы, связанные с самим злокачественным процессом, и эффекты, связанные с лечением, то есть фактически побочные эффекты. Все это оценивается на самим больным до начала лечения, в процессе лечения, по окончанию лечения, и в процессе фуллапа, то есть в процессе наблюдения за больным. Безусловно, вот вопросник Quality Life RTC, он включает еще и шкалы. Там непосредственно, например, семибальная шкала для оценки состояния здоровья в целом и качества жизни в том числе. И кроме того, бальные оценки, суммарная максимальная оценка составляет 100 баллов. Это наилучшая возможная функция качества жизни. И, соответственно, к результатам, полученные по каждой шкале пункту, применяли линейное преобразование, чтобы стандартизовать первичную оценку в диапазоне от 0 до 100. Также существует и опросник FACG, но по сравнению с опросником IRTC Quality Life C30, он не настолько универсален. Есть свои недостатки, и они, прежде всего, связаны с тем, что меньше аспекты качества жизни оцениваются в данном опроснике. И еще раз хочу подчеркнуть, что, начиная с 90-х годов, качества жизни – второй важнейший критерий оценки. И, безусловно, именно опросники качества жизни обязательно включаются во все клинические исследования, которые проводятся. И как бы ни был эффективен препарат, особенно если это касается метастатической, неизлечимой стадии процесса, то, если этот препарат будет значимо ухудшать качество жизни пациентов, этот препарат никогда не будет зарегистрирован для лечения данной категории больных. Так вот, соответственно, все ингибиторы EGFR, которые изучались к настоящему моменту, они изучались с помощью опросников. И хотелось бы сказать, что в тех исследованиях, в которых сегодня блестяще докладывали все докладчики, LAXLANG3 и LAXLANG6 использовался наиболее совершенный, наиболее чувствительный, с высокой чувствительной специфичностью опросник URTC Quality Life CT30. Кроме того, еще дополнительный номер, модуль, включающий 13 вопросов, и того оценивалось качество жизни по 43 достаточно актуальным вопросам. И самое главное, что вот этих в исследованиях LAXLANG3 и LAXLANG6 эти качества жизни оценивалось в динамике, и оно продолжало оцениваться и в фоллоапе. В этих опросниках, соответственно, использовалось и портативное электронное устройство для сбора данных. Безусловно, любой опросник по качеству жизни используется на том языке, на котором владеет сам пациент. Безусловно, сначала первая точка исследования оценки качества жизни до начала лечения исследуемым препаратом или препаратом, который назначает доктор, затем каждые три недели, затем по завершению лечения или же до того момента, как лечение будет отменено. И, безусловно, происходит документирование всей сопутствующей терапии. И еще раз хотелось бы подчеркнуть, что тот опросник, который использовался в исследованиях LAXLANG3 и LAXLANG3, соответственно, они обладали достаточно высокочувствительной специфичностью, были достоверными, и данные были воспроизводимы. И если говорить о оценке качества жизни, а мы в нее включили не только четыре основополагающих кита, соответственно, это социальное функционирование пациента, духовное, физическое и, соответственно, психологическое, то здесь еще обязательно оценивается то, как меняются симптомы заболевания на фоне проводимого лечения. Так вот, хотелось бы подчеркнуть, что те пациенты... В этих исследованиях было два рукава. В одном пациенте получали химиотерапию стандартную, в другом, соответственно, ингибиторы, необратимые ингибиторы и GFR рецептора первого типа. И хотелось бы сказать, что, посмотрите, все, что синим цветом, это, соответственно, те пациенты, которые посчастливилось получать терапию афотенибом. У них статистически значимо уменьшалось время до возникновения таких симптомов и отягощения таких симптомов, как кашель, одышка, боль. А боль именно с точки зрения пациента наиболее значимый симптом, который вызывает наибольший дискомфорт в жизни пациента. И именно этому качеству, этим жалобам пациенты всегда уделяют наибольшее внимание. И самое главное, что время, еще раз подчеркиваю, до ухудшения этих симптомов под группах у пациентов с мутациями GFR в этих исследованиях было намного дольше. Также хотелось бы сказать, что особенность опросника, который использовался именно для тех клинических исследований, в которых изучался афотениб, что здесь изучалось именно клинически релевантное улучшение оценки симптомов в динамике. И было четко подчеркнуто, что те пациенты, кто получал афотениб в сравнении с группой химиотерапии, у них именно статически достоверно значимо контролировались такие симптомы дыхательной недостаточности, как одышка статически достоверно. В ряде случаев симптомы, связанные с кашлем, опять-таки боль в грудной клетке, у этих пациентов значимо лучше контролировалась. И самое главное, что еще раз подчеркиваю, именно физические, в том числе не только именно компоненты оценивали самими симптомами, но и, безусловно, компоненты, входящие в само качество жизни. Это физический компонент, ролевой компонент, а изучались кроме них еще и эмоциональные, когнитивные, социальные, общее состояние здоровья. И так вот хотелось бы подчеркнуть, что именно преимущество афотениба, именно у тех пациентов, которые получали афотениб, у них было наибольшее преимущество по контролю в том, что пациент как себя ощущал, насколько он был физически активен и насколько он мог сохранять свою возможность общения с семьей, возможность работать. И очень важно, что по сравнению с химиотерапией мы получили не только статистически значимое улучшение, показатель выживаемости без прогрессирования, но и это отразилось на улучшении качества жизни пациентов. И хотелось бы сказать, что в качестве жизни, безусловно, когда мы оцениваем этот показатель у пациента, включается также и динамика тех побочных эффектов, которые возникают на фоне проводимого лечения. Все ингибиторы АГФР обладают таким определенным, всем хорошо известным спектром токсичности. Это связано с тем, что экспрессия рецепторов дермального фактора роста первого типа достаточно ярко представлена и активно представлена в фолликулярном эпителии. Кроме того, он содержится и в потовых железах, и в сальных железах, и в капиллярах дермы. И когда происходит выключение, блокирование данного рецептора, то резко активизируется так называемый фактор роста P57. Это приводит к активизации, к проявлению тех симптомов, которые так характерны для ИГФР-блокаторов. И прежде всего, это кожная токсичность. Так вот, хотелось бы отметить, что да, казалось бы, кожная токсичность была больше представлена у пациентов, которые получали эфотениб по сравнению с эрлотенибом и гифетенибом. К токсичности, которая в целом свойственна для данной группы препаратов, относятся также и стоматиты, также могут быть и метагенный эффект в виде тошноты, также метагенный эффект туда включает эрвоту. И хотелось бы отметить, что в целом значимых отличий глобальных по вышеперечисленным признакам отмечено не было. Хотелось бы также отметить, что в исследованиях у тех пациентов, которые получали ингибиторы ИГФР, то глобально, если вы посмотрите, то нежелательные явления, связанные с лечением, они статистически достоверно не различались. Самое главное, что, например, в группах пациентов, которые получали эрлотениб, нежелательные явления являлись причиной прерывания лечения, а фатальные нежелательные явления отмечались в группе пациентов, получающих гифитиниб. Еще, что очень важно, что, в принципе, несмотря на, казалось бы, несколько большую представленность по ряде симптомов, у пациентов из-за диареи только в 1,3% случаев исследований ЛАКС-ЛАНГ-3 было отменено лечение, и из-за сыпи в исследовании ЛАНГ-ЛАНГ-6 буквально о 2,1% было отменено лечение. Но очень важно, что есть возможность редуцирования дозы на фоне приема афотениба. И вот эта редукция дозы, что тоже крайне важно, она никак не отразилась на уменьшении эффективности процесса. Показатели времени до прогрессирования процесса были столь же равнозначны по сравнению с теми пациентами, у кого доза препарата не снижалась. Но сразу хотелось бы сказать, что да, у нас есть возможность редукции дозы на афотенибе до 20 мг в сутки, а если же все-таки какие-либо побочные эффекты, например, диарея, она сохраняется, то, соответственно, в данном случае мы уже подходим к отмене препарата. И хотелось бы сказать, да, все регистрационные исследования, которые мы имеем в настоящий момент, здесь сравнивались ингибиторы и GFR, соответственно, с химиотерапией. А есть ли исследования, которые могли бы сопоставить качество жизни и сравнить побочные эффекты непосредственно с друг с другом, взять несколько таргетных препаратов и посмотреть. Вот такая уникальная возможность предоставилась в исследовании ЛАНКС-8, о котором говорила Светлана Анатольевна. Пациенты здесь были с плоскоклеточным раком. И посмотрите, что интересно, да, что несмотря на то, что в ряде случаев побочные эффекты на фотинибе представлены более ярче, тем не менее, качество жизни у пациентов, получающих фотиниб, значимо лучше. Значимо лучше контролируются симптомы, связанные с проявлением основного заболевания. А самое главное – качество жизни статистически достоверно. Желтый нижний столбик по сравнению с синим на фоне проводимой терапии афотинибом, а здесь группой контроля являлся орлотиниб. И что также важно, да, мы опять-таки говорим, что нежелательные явления, связанные с терапией, они больше представлены у пациентов, получающих афотиниб по сравнению с орлотинибом. Но если мы возьмем все остальные, любые нежелательные явления, нежелательные явления третьей и большей степени тяжести, серьезные нежелательные явления, летальные нежелательные явления, связанные с терапией, они не отличались в этих двух группах лекарственных препаратов. И самое важное, что свойства характерны для афотиниба, мы всегда можем снизить дозу, симптомы, представленные у пациента, ярко представленные, они уходят, но при этом эффективность процесса никоим образом не снижается. Таким следственным исследованиям, в которых мы сегодня уже выслушали достаточно блестящие, интересные доклады, что в исследованиях ЛАКС-ЛАНГ-3 и ЛАКС-ЛАНГ-6 симптомы связаны со злокачественным процессом и качество жизни оценивали с использованием многомерных специализированных опросников, предназначенных для получения результатов, основанных на опросе самих пациентов. Улучшение было продемонстрировано, что улучшение выживаемости без прогрессирования при применении необратимого ингибитора ЭДЖФР и афотиниба в качестве первой линии лечения сопровождалось значимым улучшением симптомов и качества жизни. И данные исследования ЛАНГ-ЛАНГ-3 и ЛАНГ-6 подтверждают целесообразность применения афотиниба в качестве первой линии лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с мутацией ЭДЖФР. И мне представилась возможность, буквально в пятницу я была на докторской защите в РОНЦе, и, конечно, меня тронуло то, что на входе висит совершенно... Даже первые слова, которые меня встретили, это слова Николая Николаевича Петрова, что больной – это всегда человеческая личность, со всеми ее сложными переживаниями, а не отнюдь не без личных случаев. Благодарю за внимание. Спасибо. Появились какие-нибудь вопросы? Татьяна Юрьевна, вот мне кажется, я не понимаю. Вот когда сравнивают качество жизни, ну, мне кажется, не надо быть большим специалистом в медицине, чтобы понимать, что там, где уменьшаются размеры опухолевых очагов, там и улучшается качество жизни. Поэтому когда в первой линии сравнивают терапию, где отвечают практически все пациенты, и терапию, где отвечает только меньшая часть пациентов, это запрограммировано, то как-то всерьез интерпретировать эти данные, ну, по-моему, это вообще вводить в заблуждение аудиторию, в общем-то, по сути дела. Наверное, интереснее бы посмотреть вообще, но это-то не делалось. Вот у нас есть судьба больного. Кто-то получает таргетную терапию в первую линию, а потом химиотерапию во вторую, а кто-то химиотерапию в первую, а потом таргетную. Вот это, мне кажется, вообще-то вопрос, который не изучался. А с точки зрения больного, что удобнее? Сначала получать таргетную терапию, пока человек почти здоров, или наоборот, пока, в общем-то, позволяет ситуация получить химию, а уже потом получить таргетную. Но вот так-то вопрос никто не ставил. Что скажете? Евгений Нович, совершенно правильное замечание, я с ним согласна. Но когда начинается клиническое исследование, еще ничего не известно о токсическом, о побочных эффектов. Ничего не известно, как контролируются симптомы заболеваний. И также не известно, как влияет тот или иной препарат на основные параметры качества жизни. Поэтому, когда происходит оценка эффективности лечения, да, очень важно не только, чтобы достигался объективный ответ, но и чтобы не было той токсичности, той летальности, которая бы привела к тому, что в ряде случаев пациент бы просто бы… все затраты, которые бы пошли на лечение, они бы не привели бы к должному результату. А то, что, да, действительно, как сравнить, что более удобно для пациента таблетированный препарат, или же получать химиотерапию, безусловно, мы должны все равно, каждое наше действие должно подтверждаться какой-то документальной доказательной базой. И вот именно эта доказательная база, которая универсальная база, оценивающая все составляющие параметры качества жизни, ими являются именно эти опросники. Я усомнился и в этом, потому что то, что выходит на слайде, боль, одышка, да это прямая функция размера опухоли. Ну, крайне редко бывает, что опухоль уменьшается, а симптомы, такие как боль, одышка, это, ну, что-то, значит, не то происходит, а они, соответственно, не улучшаются. Или наоборот, крайне редко бывает выраженное симптоматическое улучшение без какой-то объективной реакции со стороны опухоли. Причем это более или менее справедливо для всех разновидностей новообразований. Поэтому, если брать там какие-то собирательные показатели, но то, что на слайды выносится, ну, там на 90% эти показатели коррелируют с размером, объемом, количеством опухолевых очагов. Разве не так? Евгений Ильич, на самом деле мы с вами говорим об одном и том же, только немножко на, как бы, апеллируя разными цифрами. Потому что вот именно качество жизни – это такое многомерное понятие, которое не только оценивает симптомы, о которых вы говорите, это уменьшение боли и уменьшение динамики, это оценивается, и динамику тех симптомов, которые возникают, оцениваются все основные составляющие пациента. Поэтому… Даже при стабилизации, скажем, да? Да, даже при стабилизации. Можно какую-то динамику… Нет, там нет… Не-не-не, Евгений Владимирович, там нет поправки. Если бы они показывали качество жизни больных, у которых формально зафиксирована стабилизация, или если бы они показывали качество жизни больных, у которых достигнут объективный ответ, однородные группы бы брали, тогда бы это был предмет для обсуждения. Тут-то этого не сделано. Это называется на научном языке статистическая поправка, чтобы сравнивать какой-то показатель внутри однородных групп. Но это дебри… Не то, что там достаточно очевидно, что если мы что-то сравниваем, мы должны брать сопоставимые вещи. А как можно сравнивать качество жизни больного, у которого опухоль уменьшается, с качеством жизни больного, у которого опухоль не уменьшается? В этом же идея. Ну, это просто многомерный подход с точки зрения качества жизни, наверное. Я так понимаю, что, в принципе, мы оцениваем с объективных критерий, то ли это есть эффект, нет эффекта, а есть еще качество жизни, которое, так скажем, сам пациент чувствует. Конечно. И самое главное, что это в динамике. Я согласен здесь. Я думаю, что, в принципе, наверное, было бы интересно. Вот действительно последовательность. Там, где есть резервы для качества жизни с точки зрения химии, где начать, что начать, химиотерапию или таргетную терапию. Вот там ответ не очевиден, как мне кажется. Вот там ответ не очевиден. А тут-то, в общем-то... Ну, Евгений Научин, я хочу еще раз подчеркнуть, что на самом деле, что когда планировалось это исследование, любые исследования, еще неизвестно, как изменится состояние пациента. Ну, исследование третьей фазы же. Но, тем не менее, оно обязательно. И если возникнут ситуации, когда применение препарата так или иначе будет влиять на основные составляющие жизни пациента, то тогда этот препарат никаким образом не будет зарегистрирован. Спасибо.